застройка камеры перекус поднятие смех настроения так поехали всем привет вы на канале амигуру милайф это канал о вязании сегодня мы с вами поболтаем в таком видео я вам расскажу и отвечу на некоторые вопросы потому что последнее время на моем канале довольно много стало новых подписчиков поэтому мы с вами поближе познакомимся поболтаем тем более совсем недавно на канале добрые игрушки марина придумала новый тех он мне очень очень понравился поэтому я взяла ее вопросики и буду сейчас на них отвечать а вы запасаетесь горячим чаем кофе вкусняшками также клубочком крючком вяжите под мою болталочку поэтому начинаем все вопросы я выписал себе вот на бумажечку буду читать и отвечать на них первый вопрос представьтесь имя фамилия возраст старшизание игрушек меня зовут екатерина фамилия моя букарева мне 34 года и стаж вязания игрушек это где-то 5 5 с половиной лет точно не могу назвать я уже не помню когда я начала но это только касаемо игрушек когда я уже плотно и профессионально начала ими заниматься а так вообще стаж вязания у меня намного намного больше итак второй вопрос сколько игрушек в год вы вяжете примерно вы довольны этим количеством или хочется больше или меньше если не довольны то сколько бы хотелось но так как канал у нас по вязанию вот этот общий и вяжемые грузками игрушки вместе с мамой со светланы вдвоем поэтому я могу посчитать только игрушки которые мы связали вместе вдвоем отдельно кто какую игрушку вяжет я это не записываю и не учитываю то есть я не могу сказать кто из нас вязал то больше кто меньше я могу только сделать такую общую статистику сколько игрушек за год мы вяжем но вот в прошлом году и позапрошлом это цифра равнялась где-то 650 но пополам где-то в районе 300 наверно с небольшим игрушек получается у нас игрушки все небольшие в основном и вяжем такой средний размер но вот вас последние мои подсчеты поговорили о том что мы связали 650 игрушек вот это я считаю достаточно много за год и больше наверное я бы не хотела вязать то есть мне этого вполне достаточно плюс к тому что как бы мне есть основная работа и мы вяжем только по вечерам поэтому я считаю что количество это довольно впечатляющее и увеличивать его еще больше но я не вижу смысла поэтому я всем очень довольна а вопрос номер три вы вяжете на заказ на наличие для себя я только чтобы творить и почему но наверное по этому вопросу я отвечу прямо по пунктам по каждому конечно я вижу на заказ то есть я принимаю заказы иногда берем и такие заказы которые они каждый мастер возьмет то есть это вязание по какой-то игре книги рисунку там еще по чем-то по фантазии человека то есть те игрушки которые в наличии в вязаном мире не существуют то есть их еще никто не вязал и мы придумываем их из головы то есть это конечно довольно трудоемкая такая работа но тем не менее вот такие заказы мы все равно берем а не часто правда но все равно они попадаются могу сказать что например это был котенок вот милучила давайте отсюда буду вставлять вам картиночки таких заказов котенок милучила мы делали чучело милучила дальше машинку лёву грузовик лёву вот совсем недавно делали что мы еще там делал ну в общем много таких разных на заказ мы вяжем игрушек и улиточки у меня были и еще кто то там я уже точно не помню в общем заказа они периодически бывают да вяжем ли мы на наличие да конечно у нас в наличии довольно много игрушек потому что так как мы ездим постоянно на большое количество ярмарок у меня в запасе большое можно так сказать огромная такая сумка полностью практически набита игрушками и вот на данный момент она у меня тоже есть то есть мы постоянно вяжем а те игрушки которые у нас постоянно берут на ярмарках или а те которые мы придумываем новые какие-то новиночки но в общем наличие у нас игрушки есть постоянно и мы это наличие постоянно опять тавтология масло масляное после каждой ярмарки в общем мы это наличие восполняем так скажем если мы это продали конечно же я вижу игрушки и для себя потому что в основном я могу подарить эту игрушку своим родным каким-то друзьям маленьким деткам также периодически те игрушки которые я вижу маша оставляет себе которые очень понравились но и последнее время я поняла что именно для себя я тоже хочу вязать игрушки те которые будут стоять на моей полочке и радовать мои глаза те которые мне очень дорогие и я хотела бы видеть вот прям каждый день смотреть вдохновляться и в общем заряжаться хорошим настроением поэтому такую одну игрушку я уже для себя связала но по техническим причин мне и сейчас нет а вот поэтому я себе сейчас вижу ее заново она у меня в процессе а пока что вот вдохновение у меня на нее нет но думаю что в ближайшее время я все-таки и это делаю и уже поставлю на свою книжную полочку буду смотреть и радоваться этим игрушкам поэтому да конечно для себя я тоже вижу игрушки но и в качестве того чтобы отварить так скажем том но любую игрушку которую мы вяжем я считаю что мы все-таки делаем какой-то вносим свою капельку души в эту игрушку мы творим мы создаем что-то новое и даже та игрушка которая так скажем было бы по одной и той же схеме у каждого мастера она все равно получится разное то есть но не бывает совсем идеальных игрушек и все равно каждый мастер вносит себе в игрушку что-то новое какую-то идею какое-то свое отношение впечатление и игрушки все равно все индивидуальные так скажем следующий вопрос расскажите о самой сложной игрушки и а самой неудачной какие сделали вы выводы почему было сложно почему но учить чему научились и какие недостатки заметили ну наверное самая сложная игрушка это была игрушка маугли тоже оставлю вам здесь картиночку если я ее найду потому что я не помню есть она у меня или нет эта игрушка была создана тоже вот из головы то есть по картинке и родители с маленькой девочкой и попросили связать им на заказ вот маугли на каркасе до того момента когда мы еще только начинали развивать свое хобби так скажем но мы уже где-то год наверное вязали игрушки может быть даже побольше но тем не менее многие техники вязания мы еще не пробовали и вот этот заказ он показался довольно сложным потому что во первых не было какой-то схемы оригинал откуда можно было просто взять и связать то есть мы ее придумывали с головы и в то же время она еще была полностью на каркасе то есть вот прям вот с головы до ног и в тот момент для нас это было очень тяжело то есть создать полностью а как бы считая что маугли это такой голенький мальчик в набедренной повязки и а там нужно было прям вот намного лучше так скажем прописать вот эту схему чтобы она была больше похоже на человеческую фигуру потому что если ты все-таки вяжешь какую-то игрушку там в штанах в каких-то там ну не знаю брюках шортах то там можно скрыть вот эти детали но когда у тебя такой вот голышок то вот все вот эти изгибы человеческого тела они конечно видны и мы старались их максимально передать чтобы игрушка была похожа на настоящего мальчика и это конечно было очень тяжело причем исходя из того что мы каркасную игрушку еще ни разу не вязали и но все таки мы справились поэтому фоточку постараюсь вам найти показать думаю вы если я все-таки вставлю вы оцените какая игрушка у нас получилось была одна из самых сложных игрушек и заказов так скажем ну а самая неудачная игрушка и я бы наверно назвала меня бывают такие игрушки которые меня полностью не удовлетворят вообще очень придирчивый человек и есть игрушки которые ну не знаю как-то вот не к душе приходится поэтому от них хочется побыстрее избавиться побыстрее там более поставить низкую цену и побыстрее их продать но иногда их и не берут то есть они с тобой катаются там год-два и ты понимаешь что как бы вот вообще не лежит душа к этим игрушкам иногда я такие игрушки просто дарю на ярмарке ну вот прям первому попавшемуся ребенку самому обиженному который в общем родители которым ничего не купили на празднике я могу подойти и подарить на когда мне вот прям вот все я уже не хочу эту игрушку видеть на своем столе вот я периодически дарю такие игрушки самую неудачную наверное я бы назвала мишку-сиротку я тоже постараюсь найти фотографию этого медведя если нет то он был у нас на масленице мы как раз когда делили игрушки я вам его показывала и вот он прям вот изначально получилось какой-то неудачный вроде схема мы вязали по готовой схеме вроде схема была хорошая и он был из плюша или с велюра я вот не помню с какой пряжи мы вязали но общем такой мятенький и мне вот он не зашел я не знаю почему мне он не очень понравился и на него никто не практически не обращал внимание хотя цена как бы на него была вообще минимальная но тем не менее вот ну никому он не приходился не приглядывался вот бывают такие сиротки я выйти на поэтому так и назвала но слава богу он все-таки нашел своего хозяина в основном я считаю что каждая игрушка всегда находят своего хозяина нравится на тебе или не нравится поэтому все вкусы разные ну и самых последних неудачная игрушка наверно было брелок с лисим следом я вам его показывала потому что вот когда я придумывал у меня в голове был совсем ну совсем другой вот эскиз что должно было получиться но когда я связала получилось как бы ожидание и реальность то есть совершенно не то что я ожидала да он неплохой он вроде как такой симпатичный но это не то что я хотела когда я вязала когда я это представляла вот поэтому брелочек конечно так скажем разочаровал меня пятый вопрос про мастер-классы и здесь будут подпункты первый подпункт вяжите только по своим описанием или по чужим не брезгуйте я вижу по разным описанием не только по своему меня есть конечно свои какие-то наброски свои мастер-классы но я люблю и вязать и по чужим мастер-классом я не вижу в этом вообще никакой проблемы то есть для этого не созданы мастер-классы чтобы мы друг у друга брали эти игрушки эти схемы вязали вдохновлялись наслаждались в общем поэтому я очень люблю брать мастер-классы других мастеров узнавать что-то новое потому что может быть какую-то технику вязания я еще не знала или какой-нибудь необычный приемчик вот в мастер-классе он может описаться то есть я люблю вязать тоже по другим мастер-классам не только по своим только по бесплатным или платные покупаете почему я вижу не по бесплатно и по платным мастер-классам если мне понравилась игрушка то мне не важно платный это мастер-класс или бесплатный я все равно если вот я прям очень загорелась я все равно его куплю этот мастер-класс и буду по нему вязать почему а потому что все-таки бесплатные мастер-классы это конечно хорошо многие их любят многие тестируют но очень часто бесплатных мастер-классах много ошибок много каких-то несуразности но особенно вот в общем доступе в интернете если мы возьмем много таких то есть я вот смотрю на картинку беру мастер-класс вот недавно совсем недели стартов я вязала ленивца и вот она картинки он один а в мастер-классе когда я начала вязать я поняла что там вообще кардинально все по-другому и получается у меня какая-то кракозябра не ленивец а вот поэтому конечно очень много ошибок в бесплатных мастер-классах есть конечно и отличные мастер-классы хорошие особенно на ю тубе если мы возьмем видео мастер-класс то они вообще в основном без ошибок там мне конечно очень нравится но платные мастер-классы конечно они наверное более сложные более кропотливые и естественно они платные то есть я ничего плохого в этом не вижу потому что создание мастер-классы занимает огромное количество времени просто огромный его не сделаешь ни за день ни за два ни за три то есть самое наверное минимальное что можно потратить этой целую неделю на создание игрушки пока ты ее отфотографируешь пока там сделаешь обработку фотографий плюс еще значит сам текст до оформления в формате pdf то есть это такое количество времени тратит мастер и почему как бы он должен делать это бесплатно тратить огромное количество времени своего личного и просто этот мастер-класс дарить то есть я в этом вообще этого не понимаю он мог хотя бы какая-то небольшая так скажем сумма которая смогла бы отблагодарить мастера я считаю каждый человек может потратить там эту маленькую крохотулечку там многие за 200 300 рублей да вы даже магазин на них ничего не купите за эти деньги как бы сходите хлеб молоко только возьмете ну может быть там еще какой-нибудь сырок или еще что-то вот и почему бы эти деньги не потратить на приобретение мастер-класса не отблагодарить человека который столько времени потратил на создание этой игрушки поэтому в основном тем более мастер-классы покупают рукодельники которые занимаются продажи игрушек и естественно мастер-классом потом 500 раз у тебя еще окупится на этих ярмарках потому что ты же его приобрела один раз и будешь его использовать потом уже постоянно поэтому ничего плохого против платных мастер-классов я не вижу думаю что они должны быть и обязаны и это только уважение к мастеру и способ его отблагодарить я считаю вот так так следующий вопрос мастер-класс формате pdf картинками с текстом видео формат как вам удобней ну и наверно мне больше нравится все таки чисто схема а то есть или формате pdf и или просто схема и готовая картинка то есть я читаю схемы легко я их понимаю мне не обязательно пошаговая инструкция картинки мне не обязательно не смотреть как там пришить лапки или как что сделать ну как вот формате pdf да то есть мне это не нужно мне можно показать готовый результат игрушки и просто дать схему и я ее сама всю свяжу спокойно то есть я со схемами на ты видеоформат для меня не очень удобен он скорее всего больше удобен для начинающих рукодельниц которые не знают как вязать и что это такое и вообще как как что зачем делается раньше когда я только-только начинал вязать я не понимала что такое за схема и мне пришлось там два-три видео посмотреть просто алгоритм узнать как что это вяжется что это вяжется по спирали да не заканчивая круг то есть есть все таки основные какие-то азы вот обучение вязанию игрушек тот мастер который уже давно вяжет видеоформат для него ну очень удобен потому что даже если не игрушка нравится ну сидеть два часа переписывать схему для меня наверное тяжело и я бы ну может быть и стал конечно переделывать но в крайнем случае переписывать эту схему я бы стала только тогда когда ну мне очень нужна эта игрушка в основном я бы наверное не стала бы вязать и поэтому может быть вы заметили на нашем канале стала по-другому схема мастер-классов то есть я потихонечку перехожу на экспресс мастер-классы просто я видео а показываю какие-то сложные детали и пишу видео прямо на схему потому что вот это пошаговая раз прибавка два прибавка три прибавка ну многим это уже не интересно смотреть поэтому чтобы это узнать то есть есть на каналах на огромное просто количество вот этих школ вязания то есть уроков вязания да можно перейти посмотреть вот и научиться но в основном наверное на нашем канале теперь будут выходить вот такие экспресс мастер-класса то есть будет схема будет там показана голова руки ноги но и какие-то вот как я сказал сложные моменты так будет просто написана схемой вам это удобнее просто ее переписал там схему и все да как бы ваш блокнотик и поэтому в общем я перехожу вот на такой формат видео формат я поняла что вот именно такой длительный о это уже в прошлом веке так скажем осталось то есть уже такое устаревший формат а вот по картинкам как я сказала по обычной схеме pdf ну в общем мне без разницы какой будет игрушка я могу даже просто по картинке без схемы связать то есть мне можно открыть вот ну какую-то игрушку посмотреть на нее там мультик это не знаю рисунок или еще что-то и я постараюсь вязать ну там уже конечно нужно будет немножечко более включить смекалку так скажем по готовому мастер-классу намного проще вязать включил хихи вяжешь так следующий вопрос шестой как относитесь к онлайн-ом совместником марафоном по вязанию игрушек в каком мероприятии участвовали в крайний раз вот этот вопрос очень интересный потому что я бы наверно отвечу с двух позиций со стороны мастера и со стороны просто человека который любит вязать игрушки вот давайте начнем со второго да просто человек который любит вязать игрушки а я очень положительно отношусь к таким мастер-классом к совместникам к онлайном это очень интересно особенно интересно какие-нибудь авантюрки которые как бы ты вяжешь но не знаешь что в итоге получится как бы это все поднимает твой интерес вдохновляет ты общаешься с другими людьми которые вяжут с тобой игрушку в общем это очень 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 интересно с одной стороны с другой стороны вот много онлайнов и совместников они направлены на то чтобы к определенному времени выложить какой-то этап да там руки ноги голову и вот это конечно немножечко напрягает потому что не всегда у тебя получается выложить определенные там эту детали к времени а если ты его не выкладываешь то естественно ты дальше не получаешь схему выбиваешь из этого онлайна и в общем остается у тебя какая-то кракозябра недовязанная вот с этим конечно да опять можно сказать ну почему ты не успеешь там два-три дня ну господи что ты не сделаешь голову до бывают дни когда ты не можешь вязать это может быть заболел или у тебя какой-то врал на работе те же самые уроки которые ты там с ребенком делаешь но не всегда есть возможность просто вот сесть спокойно и связать там эту часть или нет сил вот может быть там какие-то у тебя срочные заказы или еще что-то да ну как бы у всех есть личная жизнь и интересно что может приключиться то есть вот этим конечно онлайн мне не очень нравится вот эти вот поэтапные потому что очень очень давно я участвовала в онлайне и это был наверное первый и последний раз я пока больше не участвовал хотя последнее время прям вот как-то очень не хочется заново куда-то попасть вот в такую вот марафончик и с кем-нибудь повязать и я вязала паучка потом случилось что-то я уже не помню что не случилось я не успела выложить предпоследний этап ног и последний этап мне не пришел и у меня осталась вот такая вот непонятная игрушка но я ее конечно закончила по-своему я придумала как там сделать было точно также похоже на мастера да какую игрушку мы связали но смысл в том что как бы игрушки то у меня нет вот и мастер-класса у меня нет готовый да от мастера то есть я пропустила вот этот этап поэтому последнее время мне просто некогда заниматься этими онлайнами я не успеваю в них включаться то есть у меня такой нагруженный график моей работы что я не могу потратить там выделить какой-то вечер и что-то там связать по онлайну потому что то ярмарке нужно срочно какие-то игрушки взять то заказы то работа то школа то домашние дела и никак никак вот я не могу включиться вот сейчас пока карантин нет ярмарок может быть я и запишусь на какой-нибудь онлайн марафон и что-нибудь повяжу но вот пока пока не очень хочется это со стороны так скажем обычного человека который вяжет игрушки со стороны мастера давайте поговорим по этому вопросу у меня есть некоторый опыт я проводила совместное вязание и давайте поговорим вот именно с этой стороны когда мастер организовывает онлайн и делает какую-то игрушку да либо платный онлайн либо бесплатный но это собственно не важно здесь очень-очень много подводных камней и после проведения совместного вот этого вязания я пока что вот лично для себя не готова повторить второе совместное вязание мне это очень тяжело далось а почему потому что во-первых я сама себя конечно загрузила я вязала вместе с девочками и одновременно делала формат pdf формат то есть я фотографировала эти части дракона и делала формат pdf но это был такой период когда у меня была огромная загруженность на работе и я понимала что как бы мне вот завтра нужно выложить этап девочка мне нужно показать им эти отдельные уже части фотографий снять кусочек видео с объяснениями а мне некогда у меня просто забито все вот так выше крыши мне куча дел и как бы время час там два ночи я сажусь начинаю что-то там делать вязать писать какой-то этап и понимаю что я уже дико устала я не хочу этим заниматься я все таки в совместнике очень много вопросов чем больше людей участвует в твоем онлайне марафоне тем больше вопросов многие там не понимают какие-то детали не понимают там твою схему они начинают спрашивать начинают там что-то узнавать да и еще что-то ты можешь там тоже так же по невнимательности допустить какую-то ошибку и вот это конечно занимает огромное количество твоего времени то есть этому нужно посвятить вот то есть если ты берешь и делаешь онлайн то нужно ну например там идет он у тебя неделю полторы вот эти все недели полторы ты должен убрать все свои дела и полностью погрузиться в этот онлайн потому что постоянно нужно отвечать на вопросы мастеров постоянно нужно контролировать вот эти этапы хотя я так не делала но вот то что кто выполнил кто не выполнил кому прислать кому не прислать какие отчеты то есть это такая колоссальная работа и вообще я хочу сказать огромное спасибо девочкам которые проводят эти онлайны бесплатно то есть они тратят свою кучу своего времени просто на то чтобы мы бесплатно связали игрушки вот прям вот браво по другому сказать не могу это на самом деле колоссальный колоссальный труд вот с этой стороны со стороны мастера я не очень хорошо отношусь к онлайнам и марафонам потому что как я сказала это вот затрачивает огромное количество сил ну а как обычный любитель вязания да я люблю в инстаграме полазить посмотреть что там о новенькое что-то интересненькое может быть записаться и все-таки связать но вот пока пока еще не нашелся тот марафон который я хотела бы записаться не важно платный бесплатный чтобы я там что-то связала вместе с девочками не знаю пока либо стиль игрушек не мой либо мне вообще игрушки не нравятся либо мне там сроки не устраивают потому что я в эти сроки не могу вязать ну в общем вот какие-то постоянные проблемы возникают от того что у меня не получается как бы записаться на эти онлайны но надеюсь что все впереди и я обязательно еще запишусь на такие мероприятия и поучаствую в них участвовали вы в тестировании мастер-классов какие впечатления и находили ли ошибки на этот вопрос наверное я скажу двоякое такое у меня опять мнение с одной стороны нет я не участвовала не тестировала игрушки чужих мастеров так скажем я никогда не горела желанием но как я сказала это опять небольшое количество времени причем мало того что тебе нужно ее к сроку эту игрушку связать и рассказать автору там о его недочетах то есть нужно еще и внимательно проглядеть всю эту схему то есть это большая ответственность я пока не готова на это мне это не интересно и не нужно так скажем с другой стороны мы тестируем свои платные мастер-классы вдвоем со Светланой то есть она тестирует мои мастер-классы я тестирую ее например она связала там богатыря Алешу она мне прислала мастер-класс не объясняя ничего она просто прислала в PDF-ном формате и я начала его еще раз вязать и потом я начала уже находить какие-то недочеты ошибки или что-то опечатки просто или что я не поняла что нужно более подробно так скажем описать в этом мастер-классе потому что другим людям тоже не будет понятно как это сделать то есть вот в таком формате в тестировании мастер-классов мы так скажем работаем в тандеме она мои смотрят я ее смотрю то есть чтобы вот все было четко то есть по своим мастер-классам я не набираю людей чтобы они его тестировали то есть мы вдвоем хорошо справляемся ну а чужие мастер-классы как я сказала я еще не тестировала вопрос восьмой бывает ли что нет желания вязать пропало вдохновение устали все равно вяжете потому что нужно или находится другое занятие почему? бывает конечно такое состояние все мы люди и бывает плохое настроение или я устала или вообще у меня там не клеится я не хочу вязать в основном такие моменты я не вяжу я стараюсь ничего не делать но бывают моменты когда мне надо вязать хочу я не хочу то есть есть либо срочный заказ либо у нас какая-то на носу ярмарка а у нас там нет игрушек или мало их очень и нужно прям вот ну силком себя заставить вязать то есть бывают конечно такие моменты но в основном если это вот обычные текущие такие будни и если я сегодня проснулась и поняла что я не хочу вязать я вязать не буду у меня есть много других интересных хобби которыми я занимаюсь я люблю читать книги, вышивать могу поиграть в компьютерную игру посмотреть сериал то есть у меня много таких занятий чем я могу себя занять и если я не хочу вязать естественно я не буду этим заниматься вопрос девятый если просит совет по вязанию поделитесь ли опытом или каждый должен найти выход сам вот тоже такой интересный очень вопрос смотря наверное кто попросит и какой совет потому что конечно своим родным близким я расскажу друзьям все что угодно чужим людям не все наверное я расскажу какие-то личные свои секреты вязания я естественно об этом не скажу потому что все таки я выпускаю там например платные мастер-классы да и если я просто буду всем на каждом углу рассказывать как сделать там мой платный мастер-класс то зачем собственно я его тогда выпускала и продаю там за стоимость определенную то есть я не вижу этого смысла тогда зачем я вообще буду их делать то есть я просто так могу бесплатно все об этом рассказать нет скорее всего не все я могу рассказать опять если меня спросят ну какой-то там элементарный совет который я могу быстро объяснить там в двух-трех предложениях почему бы нет я всегда отвечаю на все комментарии всегда делюсь с вами тем что я там узнаю да и во влогах в рукодельных и в комментариях я вам отвечаю поэтому такой тоже вот не всегда так скажем я могу поделиться и если брать в жизни или в тех же вот совместных вязаниях для меня что самое тяжелое я могу объяснить один раз чем хорош формат ютуба тем что я объясняю один раз а потом вы смотрите видео и это видео вы можете смотреть да хоть 50 раз если вы не поняли и перематывать его и заново его смотреть а в жизни мне это дается очень тяжело я могу один раз объяснить это не касаемо вязания это касаемо всего это касаемо там рабочих моментов не знаю школы той же самой еще там чего-то я могу объяснить один раз и если вы после этого первого раз не понимаете и у меня там переспрашиваете то я начинаю злиться ну не тот человек который может спокойно и вот так вот размеренно объяснять одно и то же по 20 раз и вот разжевывать растолковывать это не я я так не умею я начинаю злиться психовать раздражаться очень сильно может быть конечно на это не видно на камере там или еще как-то да в жизни я могу это не показать но внутри у меня начинает вот закипать вот на работе например меня уже знают у меня спрашивают я отвечаю если они не поняли они второй раз у меня уже не спрашивают потому что я начинаю злиться и руаться вот есть у меня такой недостаток и к сожалению я ничего с собой сделать не могу ну вот такой я человек вот поэтому формат ютуба мне очень нравится то есть я вам показала я вам рассказала о пожалуйста смотрите перематывайте хоть по пятьсот сто раз вот то есть я свою информацию до вас довела вы ее смотрите и учитесь на этом поэтому насчет вот подсказок и секретов скорее всего вот может конечно я отвечаю отвечаю рассказываю но когда вот одно и то же одно и то же у меня начинают спрашивать да это меня выводит из моего такого равновесия так скажем так десятый вопрос расскажите о своих ближайших планах по вязанию игрушек созданию новых мастер-классов познанию новых техников новых техников и навыков вот этот вопрос он более такой должен быть на моем канале развернутый я бы так сказала потому что совсем скоро выйдет новое видео скорее всего оно выйдет в среду я его сниму наверное завтра и спондирую на среду это будет вот именно ответ на этот вопрос что будет дальше что будет с каналом что будет с моей работой и что вообще я планирую делать в ближайшее время на сегодня наверное я быстренько просто отвечу это во первых конечно же будут выходить мастер-классы на канале новые по новым игрушкам и эти будут мастер-классы скорее всего вот в экспресс-варианте таком дальше планируется совсем скоро платный мастер-класс на игрушку-грелку в виде коровки символа нового года я вам уже показывал в рукодельных логах кто еще не видел то переходите смотрите я ее уже вяжу она в разработке уже половина игрушки сделана мне там осталось только сделать ручки ножки и хвостик и уже буду оформлять в сам формат pdf и кстати для тех участников которые находятся в закрытой группе в моей этот мастер-класс будет бесплатным для всех остальных это будет платный мастер-класс вот такой бонус я решила сделать потому что многие мастер-классы мои платные они есть в закрытой группе для этих участников я эти мастер-классы просто дарю там есть уже Алеша Попович есть мастер-класс как вышивать глаза кукли вот будет мастер-класс значит на грелку и что-то еще там есть я уже на девочку по моему есть но я не буду сейчас говорить я не помню вот в общем вот в основном платные мастер-классы которые я разрабатывала все они в бесплатном доступе в этой группе то есть вы один раз заплатили там денежку за вступление в эту группу и наслаждаетесь бесплатно платными мастер-классами вот такая вот такой каламбур так скажем вот поэтому готовится значит платный мастер-класс на игрушку-грелку дальше что у меня по планам это доделать пеннивайза никак никак я не могу к нему приступить вот нет у меня вдохновения как я сказала без вдохновения я не вижу поэтому вот он лежит в том виде которым последний раз я вам его показывала и вот собственно все никак я до него не доберусь не доделаю тем более завтра уже пасха и я наверное несколько дней вязать вообще не буду дня три-четыре потому что я не люблю в православной празднике заниматься рукоделием вот поэтому все это опять откладывается все лежит благополучно но в ближайшее время все это будет сделано ну а вот глобальные изменения что будет вообще дальше с каналом с моими соц сетями с группами и так далее это уже будет в следующем видео я вам там постараюсь подробно об этом рассказать но сейчас мы останавливаться на этом не будем итак последний вопрос но даже не вопрос а так скажем предложение передайте этот тег эстафеты двоим игрушечных дел мастеров давайте наверное я передам этот тег тем мастерам которые сто процентов будут смотреть это видео я знаю девочки которые смотрят меня я их смотрю тоже каждое видео и они очень-очень нравятся это две талантливые мастерицы я прям вот с огромной душой и удовольствием смотрю каждое их видео я передаю этот тег на канал вяжем с Лианой Лианочка думаю что ты с удовольствием ответишь на эти вопросы и второму человечку кому я передам этот тег это Жене с канала вяжем игрушки с Женей вот ссылочку оставлю на этих девочек внизу в описании переходите на их канал я думаю что они в ближайшем времени снимут такой же тег и расскажут вам уже на эти вопросы свое мнение что они об этом думают ну а Мариночке хочу сказать огромное спасибо за то что она придумала такие интересные вопросы прям вот с огромным удовольствием на них ответила так что Марина большое-большое тебе спасибо придумала еще много разных интересных вопросов в общем на этом я буду прощаться с вами я вас всех поздравляю с Пасхой с таким большим праздником надеюсь что вы хорошо его отметите хотя благодаря такой ситуации мы скорее всего все будем отмечать его дома и никуда не пойдем но и дома тоже можно хорошо отметить праздники по семейному поэтому поздравляю вас всех еще раз с праздником желаю вам счастья и здоровья самое главное не болейте и всем до новых встреч пока-пока пока-пока пока-пока